наконец-то мы приступаем к омоложению а то все какие то вот все как-то идет идет вот наконец начнем омолаживаться и рад приветствовать с константина стефанского константин приветствуйте я приветствую всех да мы дорогие друзья сегодня вот чего мы начнем поскольку это первый урок у нас и есть люди которые просят и уже те которые занимаются давно но просят тем не менее больше рассказать и у нас же тема такая до чакры ну чакры не просто чакры а еще просто соответствия и воспринимчивость скажем так вот нас в соответствии с тем с нашими энергетическими центрами это состояние ясного спокойствия то есть это базовое состояние при медитации у нас сегодня будет медитации они отличаются от уроков сейчас все будет константин рассказывать но у нас как бы две части и первая часть естественно мы отвечаем в рамках урока отвечаем на вопрос на вопросы мы отмечаем вот был вопрос я зачитал его уже константину до эфира по поводу шри арабинда который ну очень мощный человек инкарнация ну вот по поводу теломеров а потом вот нам константин рассказать чакрой ну и мы займемся непосредственно самой медитации константин слушаем вас вопрос был насчет шри арабинда как бы он реагировал если бы знал о том что существует теломеры они влияют на продолжительной жизни дело в том что шри арабинда был умным человеком кроме всего прочего не то что мне речь идет не только то что он был духовным деятелем он адекватно воспринимал новейшие достижения науки даже того времени думаю что он положительно реагировал на это вот его задача на более поздних этапах своей деятельности заключалась трансформация физического тела то есть идея заключалась в том что можно используя определенные упражнения определенные методики трансформировать физическое тело таким образом что она станет способна проникать например в астральный мир физическом теле возвращаться оттуда совершать путешествие во времени возвращаться оттуда подниматься в духовный мир опять-таки не только астральный опять возвращаться то есть некую такую вот очень сложную конструкцию вот и главное что идея заключалась в том чтобы супер ментал как он говорил спустить на физический план и сделать супер ментальное мышление базовым для человека что такое это значит что такое супер ментал это в общем-то ряд духовных деятелей называли супер ментал сознанием абсолюта не немного не мало понимаете боль когда коснулся высокой беспристрастности он тоже связал и супер менталом и потом конечном итоге пришел к выводам что это сознание абсолюта и вот представьте себе его же мысль спустить сознание абсолюта на физический план и сделать для человека сознание абсолюта базовым и он исходил из того что физическое тело не в состоянии выдержать вот те энергии эти те потоки информации которые будут проходить если на физический план это спустить и поэтому физическое тело нужно трансформировать там возникали целый ряд вопросов которые довольно сложно было решить вообще теоретически даже из его построения но они стремились к этому но к сожалению этот результат не был достигнут вполне возможно что его и нельзя было получить но мы же ведь называем сегодня вот есть такое понятие теломеры да ну понятно что тогда и теломераза это же как-то звучит ну может быть тогда и не было таких понятий но было бы естественно вообще-то говоря все по-другому не было никаких этих понятий тогда они понятия не имели что только это ламира за тогда понятия не имели что такое геном тогда понятия не имели что такое хромосомы просто не было и все еще не доросли то есть вернее хромосомы уже знали что есть но то что это связано со наследственностью, управлением клеток, то есть управлением организма, они просто понятия не имели тогда еще. Наука еще не доросла до этого. И поэтому ряд взглядов Шераминда можно считать в каком-то плане ошибочным, но я бы не считал их совсем ошибочным. Ничего подобного. Просто он интуитивно, может быть, за счет духовной практики, продвинулся дальше и увидел систему, то есть взаимодействие человека вот с этой системой, всеобщее воскрешение из мертвых. И, как говорится, жизнь в далеком будущем, когда трансформация физического тела, когда возможность приобретения, подключения какого-то аватара к своему телу, переноса сознания на другие тела станет обычным явлением. Вполне возможно, он просто видел и поэтому захотел потом воплотить это в жизнь здесь. Но, извините, для этого нужны технологии, которые там существуют. Понятно. Вообще, я хотел бы добавить, что вообще, если говорить о деятельности Шеробинда, то книга Сатрема, его ученика, «Шеробинда или путешествие сознания», исключительно ценная книга, она, когда я первый раз ее прочитал, она меня просто потрясла, потому что мы тогда с духовной литературой вообще не сталкивались никак и даже не представляли, что это такое. И там действительно показана вот путь человека, ищущего, который идет по пути духовного развития. Для тех, кому это интересно, для тех, кому это важно, ради бога, найдите эту книгу, прочтите ее. Во всяком случае, намного проще разговаривать будет потом. Ясненько. Хорошо. Ладно, давайте перейдем туда непосредственно к чакрам. Еще был вопрос о том, все-таки повторить, где находится чакра. Ну, собственно говоря, задача-то и стояла, что они собой представляют, где находятся, для чего они предназначены, и все такое. Во-первых, что такое чакры? Скажем так, что это определенные области внутри физического тела. Разные школы их рисуют по-разному. Ну, в виде шарика вращающегося, там по часовой или против часовой стрелки как-то на него смотреть. Как вам удобнее, так и делайте. Вот и все. Они обладают разными цветами. Каждый цвет связан с определенной частотой энергии, которая по ним идет. По сути дела, они управляют в каком-то плане физическим телом, в каком-то плане. И плюс к этому, они являются приемными передающими станциями, которые позволяют настроиться на определенные частоты, на определенные вибрации и выходить на определенную информацию. Теперь, что о них нужно еще знать? Это очень важно. Существует две принципиально разные школы по открытию вот этих чакр. И по подъему кундалини, которая двигается с самой первой чакры вверх по позвоночному столбу, по сушуме, усиливает работу центров и потом достигается хасрара и тогда вроде бы наступает просветление, как рисует традиционная йога. Так вот, разные школы по-разному трактовали вот этот процесс открытия чакр и подъем кундалини. Считается, что подъем кундалини снизу вверх и открытие, последовательное открытие чакр снизу вверх метод, который требует наличия учителя. Причем, в общем-то, желательно самостоятельно экспериментировать в этом несколько рискованно. Есть такое понятие кундалини йога, вот наличие гуру там считается обязательным. Другой вариант, когда открываются вначале верхние центры, хасрара, чатна, который на макушке головы, потом пошло вниз, 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 то есть идет нисходящая сила. Открывает высшие центры вначале, а потом уже открываются низшие центры. То есть за счет открытия высших центров человек готов к тому, что у него открывается определенный уровень сознания в процессе управления своим телом, своей энергией. И для него не опасно открывать уже низшие центры, потому что он в состоянии справиться с этой энергией. Вот две школы. Кстати, йога шарабинда как раз настроена была на том, что речь идет об открытии вначале верхних центров, потом идти вниз. А теперь посмотрим более тщательно, что собой представляет чакра, где они находятся. Ради Бога, напомните их просто название. Потому что в ряде упражнений я вынужден использовать эти термины, потому что других просто нет. А выдумывать свои какие-то я просто не хочу. Итак, Муладхара чакра энергия жизненной силы, свет ее красный, запах розы, находится в основании копчика, что собой представляет этот центр. Когда Муладхара чакра полностью открыта, у человека появляется возможность очень интенсивно физически работать. Мыслей в голове никаких. Он встал на грядку и пошел пахать. Причем получается фантастический результат при этом. я видел людей, в которых центр Муладхара открывался, они работали. Так что, извините, женщина была, за ней там и мужики все вместе не угонятся, как она работала. Причем в этот момент, насколько я мог по ней судить, у нее действительно в голове никаких мыслей, ничего, просто энергия жизненной силы, больше ничего. Нужна такая энергия? Безусловно, нужна. Потому что, мы без нее жить просто не сможем. Поднимаемся дальше, на два пальца выше. Вращается оранжевый шарик. Сватхистана чакра. Запомните название. Сватхистана. Первое – Муладхара. Второе – Сватхистана. На два пальца выше Муладхары. Цвет энергии оранжевый. Некоторые школы тантрические называют ее половой чакрой. Но дело в том, что энергия сватхистанной чакры – это энергия обладания кем-то или чем-то. Понимаете? Речь идет не о том, чтобы овладеть, так скажем, извините, половым партнером, хотя без ее деятельности это тоже невозможно. Вот. А речь идет о том, что у человека появляется желание что-то обязательно ухватить. Когда сватхистана чакра работает на полную мощь, действительно у человека появляется желание, причем очень сложно, управляемое желание хапать все, что можно. Вот соседка там купила ковер, я тоже такой хочу, вот там что-то еще машину купил, а я хочу более дорогую машину, и так пошло, и пошло, пошло, и пошло. Причем центр работает, излучает из себя вибрации определенные, по этой частоте к нему на эту же чакру стекаются вибрации таких же людей, и в результате все больше и больше усиливается вот этот процесс. Ничего хорошего, само собой, понятно, он не несет. Что касается ее, так сказать, половой производной, то вот многие знают, такие картины видели, может быть, когда вот мужичишка вроде бы такой, плюгавенький на нее смотреть, там нечего, и женщина ему прямо на шею вешается, причем поголовная. Он даже сам не знает, почему. Вот у нее с Фатистана работает, она привлекает себя. То же самое касается и женщин. Вот идет такая вот, извините, намалеванная, накрашенная, с кольцами там, навешала на себя там целую кучу цепочек и все такое. Вот. И на нее обращают внимание мужчины очень серьезные, как ни странно, мужчины, которые являются деловыми людьми, вплоть до глав компании, да любые, то есть приличные, вполне нормальные, серьезные мужчины. Другие женщины это просто злит, спрашивается, нашла, что он в ней нашел-то, какое такое заслушивенное. А нашел то, что ему надо было, понимаете. Вот именно он был занят делом, у него все главное смысл жизни работа или карьера. вот. И ему нужна спутница жизни, для которой главное будет, так сказать, другое. И они составляют единую пару, которая будет нормально функционировать. Причем энергию можно трансформировать. Вот если мы возьмем энергию Мулатхары чакры красного цвета, начнем ее как бы наматывать на Сфатхистану чакру, она превращается в оранжевый цвет, она становится оранжевого цвета, и вот наши желания строго меняются. Если мы пойдем еще дальше, выше, на уровне, ну, где-то немножко выше пупка, на уровне солнечного сплетения, находится Манипура чакра. Манипура. Свет энергии желтой. Энергия воли и власти. Тоже, когда этот центр, извините, открывается на полную мощность, и когда к этому добавляется Сфатхистана, ну, извините, ничего хорошего тогда нет. Потому что такие люди, ну, в общем-то, они становятся даже страшными. Когда у человека интенсивно работает Манипура, то другие люди автоматически ему подчиняются. Беспрекословно, сами собой. То есть, он своей волей, своей властью просто подавляет. И люди даже не понимают, почему они подчиняются этому человеку. И ряд политических деятелей, которые добиваются многого, как раз этим обладают. без этой чакры ни один политический деятель нормально работать не сможет. Теперь поднимаемся еще выше. На уровне груди, вот здесь вот, там, где грудина, между сосками, находится анахата чакра. Цвет энергии зеленый. Еще раз название анахата. Если мы берем и просто начнем перематывать энергию с манипуры на анахату, она меняется. И тут же меняется наше настроение, наше состояние. Вместо вот этого волевого импульса на подавление приказа у нас появляется желание при общении с людьми, например, просто что-то объяснить, что-то показать, что-то отдать. Наглядный пример. Представим себе картину. Мужчина-учитель. Я почему говорю мужчина, потому что, ну будем говорить, для женщин это более часто, женщины такие более часто встречаются, которые любят своих учеников и которому они отвечают тем же. То есть творческая энергия любви анахата. Ну и кроме всего прочего, просто энергия любви, именно любви, повторяю, не секса, а любви. Так вот, если мы сконцентрируемся на анахате, сопустим и будем ее поддерживать, причем это уже потом делается на уровне, так сказать, чуть ли не подсознания, просто раз вот как бы глянули на себя и включили анахату, включили анахату, включили анахату. Мы попадаем в состояние ясного спокойствия. Когда вокруг происходят бури, когда вокруг все дрожит, мы чувствуем себя спокойно, как будто находимся под каким-то колпаком. но при этом стеклянным колпаком, но при этом у нас нет эмоциональной тупости. Это совершенно разные вещи, понимаете, абсолютно разные вещи. Мы просто воспринимаем адекватно окружающий мир и мы реагируем на него спокойно, причем может быть очень активно, но внутренне спокойно. Вот этого состояния ясного спокойствия или мира в душе, как, допустим, православных или вообще христиан и ровности, как будет опять-таки в интегральной йоге Шиарабинда. Это должно быть базовым состоянием при медитациях и оно должно быть базовым. И в принципе, если вы будете выходить на него и без медитации, и в обычной жизни, и сумеете на нем долго удержаться, то процесс по увеличению теломер и омолаживания пойдет просто-напросто быстрее. Вот к этому надо и стремиться. К этому мы и будем возвращаться, и в общем это нужно. Вначале вы выдерживаете его относительно недолго, потом что-то вас выбивает с колеи, что-то вас раздражает, что-то вас пугает, или наоборот, как говорится, возбуждает. Вот. А постепенно, 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 постепенно увеличиваем время нахождения в таком состоянии, и все становится на место. Но это не значит, что надо любой ценой это делать, вот навязывать себе, давить. Нет. Давить ничего не надо. Оно должно происходить как бы само собой. Просто внимательно посмотрел на себя, включил анахату, и пошел дальше. И чувствуем в груди вот то ощущение, которое там возникает. Не в сердце, а именно там, где я вам сказал. Теперь, если мы поднимемся выше на основание горла, вот здесь вот, мы увидим вишутку. То есть, там вращается голубой шарик. У нее есть пару свойств таких, которые мы имеют важное значение уже для нашей практики. Первое. При включении вишутки, когда вы передаете информацию голосом другому человеку, вас намного легче, быстрее понимают. Это первое. И второе. Вишутка дает эмоциональную окраску тем зрительным образом, который вы видите в астральном полете. Или медитации. то есть, без вишутки работает следующий центр, вы видите просто картину, эмоций никаких нет. Как только включается вишутка, получается эмоции самого разнообразного спектра. И в ряде случаев, если дело касается подъема вверх, выход в астральный план, часть эмоций незнакомых вам вообще. То есть, их на физическом плане не существует. Вот запомните вишутка в основании горла. Поднимаемся выше, вот в этом месте находится Аджна Тьятра, так называемый третий глаз. Цвет энергии синий. Для чего она нужна? Ну, во-первых, она нужна для видения. Во время медитации в астральном полете то есть, если вы что видеть не будете, ну, так извините, куда вы полетите. Это первое. Второе, она включает ум, ментал. То есть, вот логические построения, именно ментальные, как раз связаны с саженой чакрой. Когда она работает самостоятельно одна, извините, холодный рассудочный разум, что далеко не всегда есть хорошо. Иногда он нужен, но далеко не всегда. А вот, когда включается при этом вишутха вместе с саженой чакрой, вот тогда появляется к этому разуму, к этому менталу спектр, целый спектр различных эмоций. А эмоции, например, в астральном полете, то есть, вот это ощущение, которое возникает, они являются роли своеобразной меткой или ссылкой. Если вы, например, вышли на какую-то местность или, например, какое-то свое состояние и запомнили вот те ощущения, которые есть, достаточно вам вспомнить память и воспроизвести вот эти ощущения, вы легко оказываетесь там, где вы были. Ну, как еще это можно объяснить? Представим себе такую картину, вот вы сидели рядом там в кино или где угодно с каким-то человеком, этот человек ушел, а вот ощущение, что он рядом сидел с вами есть, вы чувствуете, вот эти вот остались в памяти. И вот этот фон вот этих ощущений, они присутствуют не только одному человеку, который там рядом с вами был, хотя это тоже само собой, но, например, ощущение в городу, в котором вы живете, ощущение той местности, в которой вы находитесь, то есть, когда вы меняете свое местоположение на самой земле, вы попадаете в разный эмоциональный фон вот по этим ощущениям. Константин, у нас есть вопрос, давайте, раз вопросы есть, у нас приоритет, конечно, вопросом всем. Ольга спрашивает, есть информация, что в четвертом измерении, в которое перешла земля, цвет некоторых чаг променялся, как вы это прокомментируете? Ну, я буду говорить, что это только информация, для нас она принципиальное значение-то, в общем-то, не имеет, дело в том, что даже если, вернее, как сказать, если мы выйдем в астральный план, а он, кстати, вообще-то тоже многомерный, то там цвета могут действительно меняться, и восприятие цветов может меняться, вы можете увидеть цвета, которых вообще здесь нет, просто нет и все, потом они есть, поэтому я думаю, что это просто субъективное ощущение тех людей, которые вот поднялись сюда, увидели эту картину и так ее сформулировали. Да, можно, кстати, добавить, я не читал нигде, что-то зафиксировано, что такого-то числа мы перешли в четвертое измерение, вся земля, это первое, второе, это действительно простая информация, для нас она практического значения не имеет, тем более, что чакры, в общем-то, не семь, их гораздо больше, неизмеримо больше, вот, но имеется в виду наши чакры, которые, главные чакры, а у Земли, сами понимаете, чуть-чуть больше их, да, поэтому с этим вопросом пока мы оставляем просто как теоретические вопросы. Хорошо, дальше. Дальше закончить надо по чакрам. Ну и, наконец, на макушке головы у нас находится Сахасрара чакра, цвет энергии фиолетовый, пурбуром таким, отливом. Когда она открывается, в общем-то, вы чувствуете на макушке просто легкость, которая раз, пошло, 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 и вдруг наступила легкость и все, кроме всего прочего. Что это такое? Это чакра, которая позволяет философам и, допустим, математикам, большим ученым работать на самых высших, с самыми высшими категориями абстракции, то есть, материал, который там, да, получается, он, собственно говоря, запредельный вообще. Плюс к этому это чакра, которая связана с космосом в широком смысле этого слова, ну и по ряду представлений с абсолютом. То есть, когда человек получает на Сахасрару поток энергии, если он дорос до того, чтобы эту энергию развернуть и, как говорится, принять как информацию, он получает действительно откровение. кроме того, при открытии ее, возможно, просветление, выход на более высокие уровни сознания. Если человек подготовлен к этому, в состоянии это воспринять, ну это хорошо, но если он не в состоянии это воспринять, для него это будет просто непонятная вещь и все. Вот, но, опять-таки, уровень открытия центров, он разный всегда. То есть, она может слегка приоткрыться, как говорится, что-то вам дать, и вы поняли. Раз, и все стало ясно. Кроме того, действительно, энергия Сахасрары дает возможность понимать вот те процессы, которые происходят при использовании вот, так скажем, наших методов. То есть, когда мы уходим куда-то туда вверх, и не просто туда вверх, а довольно высоко вверх, то без открытия Сахасрары трудно что-то там понять. Но самое интересное, что действительно, находясь наверху, вы все понимаете. Открывается, допустим, картина многомерной Вселенной. Смотрите, это еще потрясающе. Самое интересное, что вы понимаете все, что вы видите. Притрите Сахасрары Центра. Вот когда вы возвращаетесь назад, памяти это остается. Очень часто люди не могут объяснить, что они видели. Хотя памяти остается. И потом вспоминают, вот тогда, когда я там был, вот я же все понимал. Вот сейчас вот я не понимаю или не помню. Но вот какие-то отголоски того, что там были, вот какого-то света такого есть. Но постепенно, я говорю, когда Сахасрара открывается все больше и больше, понимание, вот этот процесс понимания становится все более широким, что ли, и становится доступным. То есть, вот вы берете, например, книгу ту же самую, Сатрема, читаете. Вначале читаете ее как что-то такое, ну, не совсем понятное. А вот когда Сахасрара при этом открывается, вдруг вы раз, и вы понимаете все, что там написано. Вы понимаете любое духовное духовное чтение, которое читаете. Причем не просто понимаете вот так вот внешней стороны, как бы, а именно как бы погрузившись туда, вы просто на себя проектируете или же переживаете и воспринимаете. Вот что касается центра. Ну, еще насчет открытия третьего глаза практически чисто. То есть, язык за зубы, за верхнее, на мягкое небо, выдыхаем воздух, ну, прану, и при этом представляем, что часть ее выдыхаем прямо в важную чахру или в третий глаз. Про себя повторяем мантру но не обязательно про себя, можно, в общем-то, и вслух, когда никто не мешает и никто на вас смотреть так не будет с подозрением, мычить там непонятно. Вот, если вам никто не мешает, замечательно. Что дальше происходит? Вот в этих областях возникает давление. Пошло давление. Я показываю, прикасаясь пальцами, вот что делать абсолютно нельзя, ни в коем случае, не вздумайте прикасаться тогда. Но дальше вы просто сидите и ждете, вы захотели что-то увидеть. Это как импульс. Как вы послали стрелу вперед, как Сахаров писал. И ждете. Вот главное вот в этот момент в сторону куда-то не увильнуть, то есть, не начать о чем-то постороннем думать. Вот тут надо уметь вот этот процесс контролировать. И потом раз разворачивается картина, но глаза, конечно, закрыты. Хотя, картина может пойти при открытых глазах. И подчас она проще возникает при открытых глазах, но я бы не советовал заделать при открытых глазах. Лучше при закрытых. Появляется картина, и вы начинаете просто смотреть. Вот так вот запускается третий глаз в упрощенном варианте. Вот кратко о чакрах. По поводу третьего глаза мы, естественно, будем это проходить, повторять, поскольку это, так сказать, сверхсознание может быть для многих. И, конечно, это очень важный аспект. И это, в принципе, мы на каждом занятии будем проходить, возможно, отдельно, но применительно к той теме, которую мы будем рассматривать, поскольку на каждом уроке, понятно, все темы разные. Да, я хочу еще добавить, Майкл, как мы начинаем курс, все-таки в этом курсе будут астральные полеты, так будем говорить, причем довольно высокой сложности, которые связаны именно с нашим внутренним развитием и вот именно самоложением. Они будут, поэтому... То есть вы предлагаете, ну, у нас как бы объявлен бонус 1 астральный полет, а вы говорите, их будет больше, да? Но это тогда не один бонус, это тогда много, бонус тем людям, которые подписались. нет проблем. Просто некоторые упражнения, если вы посмотрите по... там, как сказать, поглавлению, где перечислены наши темы, там есть довольно некоторые, довольно сложные полеты, особенно полет по струне. Вот это будет очень сложная вещь, с которой мы столкнулись совершенно неожиданно, когда вот именно настоящее фиктивное омоложение из них в молодость привело к тому, что у ряда людей появились те самые проблемы, которые они не решили в молодости. Вот. И потом пришлось их решать. Уже через, ну, 20, через 30 лет после того, как тогда эти проблемы были. Причем это было абсолютно неожиданно и совершенно удивительно. Но это будет в конце занятия, не переживайте. Раньше времени мы вас на что-то вытаскивать не будем. Понятно. Хорошо. Так что, поехали, да? Так, Придели наиболее удобное для себя положение. А теперь я буду давать вам картины, вы их себе представляете. на макушку головы опускается тонкий прозрачный луч белой энергии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...